Пустой триумф Пустой триумф Режиссер Стив Секкеле Окончил колледж Медицинское училище Специальность психии Психии Умственное расстройство Блестящий ум Умный Давай его сюда, Гарольд Хорошо Джон Мюллер Родители умерли Один брат, Фредерик Бухгалтер Нью-Йорк, департамент соцобеспечения Начинал свой путь в университете Стендиш Четыре года на стажировке Два года в колледже Неожиданно бросил Практиковал психоанализ Без лицензии в Майами, Флорида Отпущен Доказательств не нашлось Торговал акциям Несуществующего нефтяного месторождения В Ценцинате, Огайо Отпущен Жил в гостинице Много тратил Арестован в Миддлтоне На ограбление инкассатора Осужден Получил срок Вот автобусный билет до Лос-Анджелеса Это адрес компании Майкл Джон Что это за компания Майкл Джон? Поставки медикаментов Твоя сфера, у тебя хорошо тут получалось Это чьи хоро дела? Моего брата Фреда? Менеджер по персоналу получит твои данные Больше о тебе никто ничего не знает Это хорошая работа Достойная жизнь 35 баксов в неделю Но ты не согласишься? Неужели? Ты вернешься сюда Ты умный человек, Мюллер Удачи, Мюллер Привет, Марси Сигарету? Нет, я не курю Кто загремел, Марси? Большой мальчик Фритц Все готово, ждут только тебя Тебе многое надо наверстать, правда, Джонни? Кто она? Секунду, Джонни Дорогая Как тебя зовут? Привет, Джонни Хорошее местечко? Комфорт? Да Комфорт и теснота Что там, ребята? Что ты такой нетерпеливый? Только что из тюряги А уже руки чешутся? Не хочешь говорить не надо? Тихо, тихо Сколько ты тут болтаешься? Пару лет, наверное Хочешь, Джонни? Говоришь, хорошо выходит? Да Верное дело У меня теперь свой игровой автомат Нашел свое счастье, Марси Наверное, в аксах 90 в неделю получается Гораздо больше Иногда до 125 доходит Верное дело Ты прямо как мой брат стал Может тебе на общественную должность поступить? Джонни Что ты задумал? Какие у тебя планы? Увидишь Рад тебя видеть, приятель Привет, большой мальчик Рад, что ты вернулся Хорошо на свободе? А как же Только жаль, что столько времени потерял Зато теперь можно пиво выпить Чем порадуешь? Да особо нечем У нас все как всегда Работаю в покерном заведении Платят хорошо Иногда даже фишки дают бесплатно Как мило Мило, что не время от времени получать А что в этом плохого, Джонни? Все думаешь, мир за хвост схватить? Привет, Рози К нам, я вижу, мозги вернулись Рад вас видеть Садитесь, ребята Можете покушать Что с вами? Надо же рисковать, в конце концов В нашем деле иначе нельзя Слушайте У меня было много времени на раздумье И я все рассчитал Мы выпотрошим игорное заведение Рокки Стенсика Нет, Джонни Почему нет? Только не Стенсик Против него армия нужна У него федералы в роли подручных Что с вами? Чего вы раскисли? Джонни, как ты не понимаешь? Мы оттуда не уйдем У него доносчики по всему заведению И там всегда народ Вот именно, там много народу И много денег Мы возьмем не меньше двухсот тысяч Люди ничего не заметят Они там своими делами заняты Вот что мы сделаем Берем две машины Едем на юг целый день и целую ночь Следующей ночью мы у Стенсика Один стоит у машины, другой выключает свет Трое из нас заходят внутрь, как обычные игроки Берем деньги, тихо, без шума Никто ничего не замечает Мечтать не вредно Никто ничего не замечает Тот, кто на выключателе, вовремя отрубает свет И мы по-тихому выходим Ну что? Джонни, ты помнишь Дика Болтера? Конечно Он пытался выпотрошить Стенсика Он ушел, без денег не ушел Но люди Стенсика нашли его Два года искали В итоге нашли в Париже И там же освежевали В Париже, Джонни Вот как Стенсик работает И мне это не нравится Чего ты ноешь, Марси? Он не знает, кто мы и что он будет делать Что скажешь, большой мальчик? Я не знаю, Джонни Не знаю Ты говоришь, что все рассчитал Раньше ты все здорово делал, но... Я не знаю Алл? Двести тысяч? Это слишком много натощак Рози? Если все будет, как ты говоришь, то хорошо Но если мы где-нибудь лопухнемся, не лопухнемся Без меня, Джонни У тебя короткая память, Марси, верно? Кто тебя прикрывал на суде? Ты сидел бы в тюрьме со мной, если бы я не выбирал выражение А теперь ты хочешь меня бросить? Окей, Джонни Мне это не нравится, но я пойду Итак, решено Не думал, что придется вас подгонять за такой кучей денег Я пока не документал Ты думал, что дописано Я только не думаю, что все остальное В тюрьме Ты думал, что ты не можешь Клади деньги в конверты. Все. Я тебя заметил. 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 На выход. Сколько ушли? Двое. Окей, можешь идти. В смысле, просто уйти? Просто уходи. Я тебя заметил. Я тебя заметил. Что? Что мне с этим делать? Меня будут искать? Я тебя заметил. Где вы? И кто вы, 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 и кто вы. Теперь вы, и кто вы. Теперь вы всего лишь очередной наш сотрудник. Такой же, как и все остальные в компании Майкл Джонс. Да, мистер Андерсон. Идетoner, мне пора, и тоже весьма, и сделал здесь. Я здесь правила не устанавливаю, я только слежу за их исполнением. В будущем не соблаговолите выключать лампу на столе перед уходом. Да, мистер Томпсон. А с этим мне что надо делать? Доставить по назначению. Срочный заказ. Книги надо доставить в медицинский центр. Что такое? Минутку. Вам не нравится работать посыльным? Это ниже вашего достоинства? Слишком важная персона? Вы всегда можете уйти. Закон не требует от вас работать здесь. Да, мистер Томпсон? Да. Минутка. Мне нравится, Надю. Минутка. Что такое? Мне ниже... Минутку. Минутка. 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 Что тебе надо? Ну, ничего. Ты кто? Кто тебя послал? Кого? Меня? Чего ты за мной следишь? Да, конечно, это я ошибся. Ошибся? Да, понимаете, я думал, я вас узнал. Я думал, что я вас знаю. Вы удивительно на него похожи. Внешность и рост хватит. Прошу вас. Нет тут на меня похожих. Но поверьте, вы как две капли воды. Не считая, конечно, шрама. Да, у него на правой щеке шрам. В смысле, на левой. Слушайте, я не помню. Не помнишь? Честное слово, его зовут Барток. Он мой коллега. В смысле, у нас офисы в одном здании. В медицинском центре. Он доктор. Я донтист. Можете понюхать, это еда форм. Моя жена все время жалуется. Говорит, что все костюмы пропахли. Проваливай. Да, большое спасибо. Доктор Виктор Барток, психолог-консультант. Проваливай. Что ты так рано? А что? Просто у тебя первый пациент в 10.30. Мы только что по телефону говорили. Как ты здесь оказался так быстро? Думаешь, это было так непросто? Привет, Виктор. Минутку, я не... Ничего себе. Не страшно. Простите, я не знаю, что и сказать. Я понимаю. Нет, просто вы выглядите точно как Барток. Разумеется. Вы его секретарша, разумеется. Да, так все и было. Отпустите, я не шучу. Чем могу? Чего же мне еще просить? Я не об этом, это было недоразумение. Тоже мне недоразумение. Это Фрейд. Что вы про Фрейда знаете? Вы выдали себя подсознательно, вопреки своему желанию. Вы просто внутренне с ума сходите. А вы вообще кто, психиатр или пациент? И то, и другое. Наверное, невинный прохожий. И что вам надо? Ничего. Зачем тогда пришли? Мне тут сказали, что я похож на Барток, и мне стало любопытно. И все? И все. А потом незнакомая девушка подходит ко мне и... Доктора Бартока на месте нет. До свидания. Минутку, вы меня расстраиваете. До свидания. Что значит расстраиваете? Что вы вечером делаете? Посмотрите на него. Давайте сегодня встретимся. Простите, но я занята. С доктором Бартоком. Слушайте. Вот он. Что скажете? Похож? Зато какая разница. Не обманывайтесь. Если бы вы знали меня так же, как его, вы бы изменили свое мнение. Счастливо. Вас не было на месте три часа. Точнее, три часа и десять минут. Не хотите объясниться? Я задержался. Очень интересно. И что же вас задержало? Позвольте спросить. Не знаю, я пошел гулять. Я гулял? Вы гуляли, да, мистер Томпсон? Мне захотелось погулять, мистер Томпсон. Не смей так со мной разговаривать. Убери руки. Ты будешь меня слушать. Ты, между прочим, работу потерял. Как раз вовремя. Мне тут все опротивило. Работа не нужна, что ли? Нет. Что будешь делать? Отдыхать? Вот именно. Это, конечно, здорово, только на это бабки нужны, между прочим. Тебе передали сообщение? Какое сообщение? Тебе звонили по телефону. Да? И кто? Имя не сказали? Чего ты так занервничал? Это братой звонил. Он хочет с тобой встретиться в отеле Фрейзер. Спасибо. Я сразу понял, что что-то случилось, когда ты устроился на работу в Майкл Джонс. Что такое? Что тебе нужно? Тебя ищут. Ходят повсюду. Кто ходит? Твои друзья. Говорят, что хотят с тобой связаться. Это не друзья, Джон. Это люди Рокки Стенсика. Откуда ты знаешь? Я проверил в департаменте. Все точно. Когда они приходили? Три-четыре недели назад. Рассосется, а они постепенно потеряют ко мне интерес. Ты так думаешь? Вот твой друг. Что? Марси. Это все объясняет. Я помню Марси. И как вы с ним делишки делали. Помню его большие машины, дорогие костюмы, галстуки. Чего тебе дома не сидится? Неужели ты не понимаешь, болван, что ты привел их прямо ко мне? Хвоста за мной не было, не волнуйся, я смотрел. Что ты в этом понимаешь? Ты красиво жил. Веселье, девочки. Ты был важная птица. Никаких правил для тебя не существовало. И что ты так и веришь в свою исключительность? Что тебе все с рук сойдет? Я никогда не желал тебе зла, ты должен это знать. Только дело не во мне. Нельзя так рисковать. И мы оба должны понимать, что рано или поздно все должно закончиться. Оставь меня, Фредди. Не надо мне лекции читать. Куда ты пойдешь? Что будешь делать? Марси попытался спрятаться в Мексике, не вышло. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не надо далеко идущих выводов. У девушки должна быть личная жизнь. Это с таким милым детским выражением лица. Не увлекайся, спокойней. Почему ты мне нравишься? Из-за моих детских голубых глазок. Ты, наверное, решил, что произвел на меня неотразимое впечатление? Но ты не замечал, что в наше время симпатичные девушки постоянно ходят с сердитым выражением на лице? За кого ты меня вообще принимаешь? Они все подозрительные и постоянно всего опасаются. Они все как скряги такие. Я тебя вижу насквозь. Все твои мысли читаю. Я прекрасно знаю, кто ты такой. Что значит, как скряги? Видишь, я скряги постоянно боятся, что кто-то их ограбит. Хватит их. А что значит, что ты прекрасно знаешь, кто я такой? Кто я такой? Ты такой... Что? Ты слышал меня. Но ведь кто-то действительно так и пытается... Что пытается? Пытается кого-нибудь схватить? Что ж, какие у меня шансы? Это только когда перестанешь ходить на голове. А теперь большое спасибо за ужин и все остальное. Я хочу домой. Если ты думаешь, что я свяжусь с тобой, ты ненормальный. Ты хорош, конечно, у тебя манеры. Но у тебя на первом месте ты. На втором ты. На третьем ты. И всех остальных местах то же самое. Ты такой большой эгоист. С большими претензиями. Ты думаешь, что такому, как ты, убийство с рук сойдет. Может, это и так, но только не со мной. Все ясно. Ты убита. Ни одна женщина не устоит перед таким мужчиной. Ты, надеюсь, не хочешь, чтобы я промок, провожая тебя до двери? Сама дойти сможешь? Конечно. Теперь в чем дело? Ты специально воскресенье выбрал. Как же работающие девушки ненавидят воскресные вечера? Пошли. Выпьем кофе. Что значит скопофобия? Это у некоторых людей страх быть увиденными. Они боятся, когда на них смотрят. А синдром Косока? Важные воспоминания. Помнятся вещи, которых никогда не было. Что это ты хочешь у меня выудить? Ты много знаешь о психоанализе. Как и ты. Ну, я же работаю у психиатра. Я несколько лет учился. Я не могу дать тебе копаться в бумагах доктора Бартака. И не надо. Там все конфиденциально. Забудь. Мне просто было интересно, как он обращается с пациентами. Дождь кончился. Да. Джонни. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не стоит, а миссис Ливси. Что ж, посмотрим, как все завтра пройдет, доктор. Конечно, миссис Ливси. До свидания, доктор. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Ты что, хочешь, чтобы меня уволили? Нет, почему же? Он может услышать. А у меня не должно быть личных посетителей. И что он о тебе подумает? Понимаю, у тебя очень сложная жизнь. Прекрати, Джонни. Убирайся отсюда. Это что? Ничего. Давай, быстро. Что, это магнитофонные записи? Да, он диктует, а я потом перепечатываю. Ты явно заинтересовался доктором Бартоком. У нас с ним так много общего. Одну минуту. Это здесь откуда? Не здесь. Что с тобой такое? Нельзя так рисковать. Рискуешь ты. Когда ты образумишься? Я тебя увижу сегодня. Не увидишь. Я иду в парикмахерскую. Когда тебе назначено? В семь. Я заберу тебя. Это где? Винсент Улшер Лорелл. Положил в карман. Пациент говорил неохотно. У него затруднение с речью. Субтитры говорил неохотно. Блок. 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 Основы психологии. Опыт клинической психиатрии. Убила меня. Это тебе. Кажется, не из бутика. Не нравится? Вот как сильно может девушка ошибаться. В каком смысле? Я была уверена, что у нас все должно было бы продлиться хотя бы 10-15 недель. А разве не так? Что сейчас 10, к 12 у тебя все должно быть уже как надо. До свидания, дорогой. И удачи. Все ведь кончено, верно? И ты даже глазом не моргнула. Я просто оставила тебе пару часов свободного времени. Вот что мне всегда в тебе нравилось. Быстрота. Ты сам лихо работаешь. Что ж, у нас обоих предубеждения. Ты обиделась? Нет, с чего бы. Чего я по-твоему ждала? Скажи, как ты это обставишь? Что я обставлю? Мне любопытно, что за историю ты мне выдумаешь. Хорошую историю. И правдивую. Я уезжаю. Какая жалость. В самом деле, я уезжаю за границу, в Париж. Ничего более милого и ожидать было нельзя. Я кофе сделала, хочешь? Нет, спасибо. Что? Слушай. Минутку, не надо глупостей. А если я скажу, что безума от тебя? Это и так ясно. И что с того? Послушай, я... Джонни. Ты мне очень нравишься. Ты мне тоже очень нравишься. Но я же сказал, мне в Париж. Ты мне не веришь. А должен верить. Может, я тебе подойду? Ты удивишься, но может, я тебе смогу помочь? Пожалуйста, не надо мне помогать. Может, у нас могла бы быть прекрасная жизнь вместе? Может, мне этого не хочется. Так что не лучше ли забыть об этом? Брось, Джонни. Нет. Бесполезно. Бесполезно. Не пойми меня неправильно. Я драться не буду. Ты обиделась на меня? Нет. Ты это переживешь. Жить буду. Ты встретишься как-нибудь со мной на улице, видишь меня в ресторане. Ты даже и не узнаешь меня. Нет. Я тебя буду помнить. Можешь не сомневаться. Это приятно. Прощай, Джонни. Прощай. 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 Майкл Джон. Я работал на компанию Майкл Джон. Ты и колеблешься? Что ж, меня уволили. Я подрался. Кулаком двинул? Да. И всего-то? Это ничего, обычное дело, не волнуйся. Нет, спасибо. Видишь там носильщика? Он даст тебе форму. Может, даже подойдет. Будь поприветливее, и мы все поладим. Спасибо. И еще чуть не забыл. Да. Новенькие здесь работают в ночную смену. Такое правило. Допоздна работают. Есть возражения? Нет. Чего мне возражать? Годится. Доброе утро, доктор Барток. 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 Продолжение следует... 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 Вам сколько? На доллар. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. С вас доллар. Масло будешь проверять? Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Продолжение следует... Масло в норме. Держи. Эй, ты. Сколько будет машину на ночь оставить? 75 центов. Хорошо, мы попозже заедем. Продолжение следует... Ты, кажется, взял меня с поличным. Не переживай, Джек. Почему ты не ужинал? Не хотелось. У нас осталось 2-3 машины. Я один тут справлюсь. Ничего. Я мечтал о карьере в профессиональных бальных танцах. Думаешь, глупо? Давай, действуй. А мне нравится. Наверное, мне нужны лучи прожекторов. Не хватает только хорошей партнерши. Молодой леди, которая была бы талантливой, разделяла бы мои взгляды. На самом деле, я хочу создать свой особый стиль танца. Готов поставить, что точно знаю, о чем ты так задумался. Да? О моем росте. Верно? Маленький рост не такое уж непреодолимое препятствие, как может показаться. Если есть мощная харизма, можно создать иллюзию высокого роста. И еще особые ботинки есть. Это доктор Барток с уикенда возвращается. Я займусь им. Правда? Ну, спасибо. Тебе надо быть очень осторожным. Что? Рана на лице. Инфекции нет, случайно? Я заметил, ты все не снимаешь пластырь, а уже несколько недель прошло. Если запустить инфекцию, это может быть очень серьезно. Нет, назад. Простите. И еще, чтобы никаких разговоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и попозже заедем. Куда ты поедешь? Что будешь делать? Марси уехал в Мексику. Его нашли. Слушай, они нас найдут. Такие как Стенсик не остановятся, пока не рассчитаются, поверь мне. Знаешь место, где можно спрятаться от руки Стенсика? Это твой друг? Мы потом заедем. КОНЕЦ КОНЕЦ Что случилось, друг? Ничего. Что-то с мотором. Подтолкнуть? Нет. Давай помогу. Все нормально. Нет уж, дружище, я никогда не проеду мимо человека, у которого что-то случилось. Это же будет нехорошо, эгоизм, сам понимаешь. Я так не могу. Ты что, Марти, не видишь? Это же механика из гаража. Твоя помощь ему не нужна. И точно. Простите. Ничего. Я просто хотел помочь. Что ж. Спокойной ночи, друг. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что-то случилось, оператор. Номер никак не отвечает. Не проверите сами. 83831. Доктор Бартока дома нет. Я ничего не понимаю. Он никогда не опаздывает. В наши дни доктора уже совсем обнаглели, честное слово. Ждать я не буду. Минутку, я хорошо понимаю ваше беспокойство, мисс Хан. Наш механик встретил его и в итоге задержался на 4 часа. Конечно, это много. 4 часа спору нет. Подозрительное дело. Не волнуйтесь, мы вот что сделаем. Мы, конечно, тут же уволили этого механика. Это понятно. Мы его найдем. Не волнуйтесь. А пока, мисс Хан, вы лучше вызовите полицию. Да, пропал доктор Барток. Да, это для полиции. Минутку, пожалуйста. Все, вы любите шум поднимать. Поверьте, с ним все в порядке. Мальчик только что подал ему машину. Да. Конечно, и доктор уже едет на работу. Он будет с минуты на минуту. Доброе утро, доктор Барток. Приветствую. Доброе утро, доктор Барток. Доброе утро, Марджи. Я уже волноваться начала. Миссис Норма отменила визит. Ждать не стала. Что с тобой случилось? Задержался. А что случилось у Виктора? Ничего. Виктор, ты так выглядишь? Да. Ты переутомлен. Ты что, всю ночь не спал? Я работал, читал много. Кто там у нас? Раз уже 11 часов, то значит у нас мистер Дэвис. Да, мистер Дэвис, производитель одежды на пенсии. Дай мне пять минут, и пусть заходит. Конечно. Доктор Барток, я увидел вас в вестибюле, и пока не забыл, хотел поговорить. Я доктор Свангер, помните? Данти с первого этажа. Да, доктор. Я давно хотел с вами об этом поговорить. Проходите, доктор. Большое спасибо. Забавная случилась штука. Примерно месяц назад я столкнулся с деятелем. Просто ваша копия. Не верите? Интересно. Тут не просто сходство, а бывает, что люди похожи. Но это были вы, настоящий двойник до малейшей детали. Конечно, шрама на щеке не было. Конечно. Я вообще-то про себя могу сказать, что я человек наблюдательный. Я... Я все замечаю. Знаете, почему? Очень просто. Такой характер, и я не замыкаюсь в себе. Возьмите пять человек, приставьте им пистолет к виску и спросите, какой цвет глаз у их жены, и что вспомнят? Да ни за что. Не знаю, зачем я это все говорю. Я дантист, вы психиатр. Глупость. Да. И не надо их обвинять. У человека на улице свои проблемы. И то, и другое, дела всякие разные, и так далее. Так что, если рядом кто-то и умрет, они не заметят. Ведь факт? Да. Они только и думают, и говорят, что о себе. К счастью, я совсем не такой. Я не эгоист. Конечно. Что ж, мне пора бежать в офис. Да и вы, наверное, очень заняты. Тогда до встречи. Большое спасибо, доктор. За что? Что вы, не стоит. Доктор, я хотел вас спросить, как ваша жена? Моя жена? О, отлично. Отлично, все отлично. Я им четко и ясно объяснил, что я хотел на завтрак. И устроил в итоге скандал. Наверное, нехорошо получилось. Ничего поделать не могу. Я хотел, чтобы все было хорошо. Это у меня был первый отпуск за несколько лет. Вы знаете, сколько я работал всю жизнь. Никогда не жалел себя. Я, конечно, никакой благодарности за это не жду. Я читал Теккери. Я предпочитаю классику. Книги, выдержавшие испытания временем. Должен признаться, у меня не хватает терпения на современное легкое чтение. Я... Я спросил жену. Нет. Я думаю, я... Да. Вот как. И они уехали на неделю. Мои дочери и сын. И я осталась дома совсем одна. Разве так можно, доктор? Скажите честно, что вы думаете? Я ничего не требую и совсем не хочу быть им обузой. Я никогда не требовала от них, как иногда бывает, прислуживать мне. Но, в конце концов, я же всю жизнь им посвятила. И в ответ надо же выказать хоть какую-то привязанность. Проявить заботу. Продано. Продолжение следует... 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 Виктор, дорогой Здравствуй Ты сказал, что позвонишь? Я как раз шел к телефону Что-то случилось? Нет, все отлично Так ты что, не придешь? Уже поздно? Дорогая, я... Я ничего не понимаю Ты сказал, что Макс будет к девяти Ты же собирался Так я уже выхожу Подожди Что? Ты где? А ты как думаешь, дома? Я не об этом, дорогая Послушай, можешь кое-что для меня сделать? Можешь меня встретить в Веллингтоне? В отеле Веллингтон? Да, в галерее У меня там встреча, и так быстрее получится Так значит, ты задержишься? Вовсе нет, встретимся через полчаса Дорогая Пожалуйста, зайди к флористу и купи себе орхидею Орхидею? Да, пожалуйста, и пусть запишут на мой счет Хорошо, до встречи в Веллингтоне Отлично, и не забудь орхидею Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что происходит? Свадьбы, свадьбы Угадай Дорогая Вот видишь, вот твоя орхидея Да, я уже заметил Они там уже, наверное, гадают, что с нами случилось Надо торопиться Да, подожди Что случилось, Виктор? Ничего, я просто подумал Нам очень нужно ехать сегодня к Максвеллу Очень нужно? Ты же знаешь этих ребят Если мы не объявимся, они подумают, что мы сбежали Да, это верно Слушай, а кто там сегодня будет? Что значит, кто будет? Обычная публика Конечно Дорогая, не хочешь сама сесть за руль? Что? Я подумал, тебе будет приятно Приятно, это не то слово Ты же знаешь, как долго я мечтала покататься на этой машине Что ж, надо было просто сказать, и все Ты очень хорошо выглядишь сегодня, Виктор Правда? Очень импозантно Спасибо, дорогая Пошли Добрый вечер Добрый вечер, доктор Барток Делайте ваши ставки, леди и джентльмены 23, красная Что такое? Ничего Я просто хотел сказать, что продал многовато акций за последнее время и... Здравствуйте, доктор Здравствуйте В игре всегда приходится рисковать Добрый вечер, доктор Барток Вы зачастили к Максулу Два-три раза в неделю Верно, док? Наверное, вы правы Смотрите, не дайте себя ограбить Добрый вечер, мисс Тейлор Здравствуйте Виктор Пошли Как обычно, доктор Барток? Как обычно, Фрэнк Я запишу на ваш счет Только Гарри Простите, Гарри Привет, Вирджиния Здравствуй, Марджио Присаживайся, Вирджиния Спасибо Делайте ставки Очень странно, я до сих пор об этом не думала О чем вы не думали, миссис Нилсон? Ваши методы Не знаю, что это именно, но... Они сегодня у вас стали какие-то другие, не так ли? Мы иногда варьируем кое-что в нашей работе, миссис Нилсон Мы хотим видеть результаты Должна сказать, что сегодня все было гораздо лучше, не так ли? Да, думаю, да, миссис Нилсон Спасибо До свидания, доктор До свидания, миссис Нилсон Я заказала сюда поднос на 7 часов Ты подолгу стал задерживаться? Да Да Я, пожалуй, побегу Спокойной ночи Эвелин? Да? Подойди сюда Что такое? Посмотри на меня А что? Ты весь день на меня смотрела, верно? Неужели? Что-то странное во мне увидела? Нет, конечно нет Тогда чего смотрела? Что тебя беспокоит? Не знаю Что-то случилось? Нет Да Что ж, расскажи Ты какой-то странный, правда? Ты избегал меня? Ты осуждаешь меня? В каком смысле? Неужели ты думаешь, что я не знаю? Что не знаешь? Ты с кем-то встречаешься? Брошь, пожалуйста Пожалуйста, мне просто интересно Так как? Это правда? Нет, не правда Точно? Точно Тогда Что-то отвернулось Это тебя смущает? Я не понимаю, что тебе нужно Уже поздно Что он сделал? Плохо обошелся с тобой? Я не хочу тут ругаться У меня на это нет ни малейшего желания Что случилось? Он тебе сделал больно? А похоже Пожалуй, что да Не обманывайся В наши дни нельзя сделать больно Все очень просто Ты ничего не ожидаешь И никогда не расстраиваешься Какая ты суровая леди Мы живем в суровом мире Который преподносит нам массу нехороших сюрпризов Так что не надо никому позволять делать себе больно Я тебе скажу кое-что За всю жизнь у меня был только один поклонник К которому я была готова верить Надо было держаться за него Выйти за него Я хотела, но не могла Ему было 12, а мне 9 Переживаешь? Нет Во-первых, слишком поздно Так что какой теперь смысл? Нельзя же вернуться назад и начать сначала Потому что чем старше становишься, тем хуже все оказывается Ты не думаешь, что может с тобой случиться А что случается, то случается Просыпаешься утром и все по-старому А это уже хорошо Ну что, расстроились, доктор Барток? Меня это совершенно не беспокоит Если скажете, я могу уйти Я тебя не отпущу, Эвелин Очень мило, спасибо Я буду жутко скучать Ты даже не представляешь, как я буду скучать Мы тут не для того, чтобы беспокоиться о людях или их местонахождении Такое мы не потянем Может, он кого-то знал здесь? Друзья были? Если бы мне с ними поговорить Я должен его найти Я просто не знаю, откуда еще мне начинать Барлетт, это Андерсон Ты не знаешь такого Мюллера Джоанна Мюллера Мы его уволили пару месяцев назад Где он сейчас? Нет, он ничего не знает Что? Минутку рекомендации Хорошо Спасибо Можете сюда обратиться Это гараж Гараж Кловер Вам долго придется ждать Пациент только что вошел Ничего Боюсь, мы не заметили, что в гараже другие механики Честно говоря, даже непонятно, что вы к нам пришли Мне в гараже сказали, что последний заказ у него был для доктора Бартака Может быть В ту ночь его не было 4 часа Я слышал, его как раз уволили Да Что-то, наверное, случилось Я не знаю Может быть, доктор его запомнил Понимаете, мой брат интересовался психоанализом Учился в медучилище Доктор Бартак может дать мне какую-нибудь зацепку Мне просто не с чего начать Тогда присаживайтесь Спасибо Вот он Это мой брат Простите Такое сходство Я прямо подумал, что Чем могу? Я пришел сюда Я ищу моего брата Он работал в гараже, которым вы пользуетесь Его звали Джон Мюллер Вы знаете его? Знаете, где он? Мисс Хан? Он уехал в Европу В Париж Не уходите, расскажите Это все, что я знаю Оставьте меня Подождите Я сейчас Не сходи с ума Возьми себя в руки Я сразу должна была понять И теперь ты знаешь Я же, наверное, понимал, что рано или поздно ты узнаешь Ты меня боишься? Нет Почему? Ты мне веришь? Конечно, верю Ты же не дура Неужели ты пойдешь в полицию? Что это тебе даст? А если я не пойду, тогда что? Тогда мы будем вместе Слушай, неужели не видишь? Я Барта Кто знает? Никто никогда ничего не узнает Ты убил его Пришлось Я вляпался За мной гоняются киллеры Это был единственный выход для меня Не надо мне объяснять Я не впечатлительная Я тебя не выдала Я солгала Что еще тебе нужно? Подожди Дай мне от него отделаться У меня пациент в кабинете Подожди меня Так что? Можно мне с ней поговорить? Она рассказала, что знает Вы не понимаете? Верно Не понимаю Мой брат в беде Он прячется Он думает, что за ним гоняются убийцы Люди некоего Стэнсика Но это не так Что? Никто его не ищет В каком смысле? Я работаю на правительство Знаю кое-кого И мне дали знать Этого Стэнсика взяли По обвинению в неуплате налогов Его депортируют через месяц Он уже порвался своими подручными Мой брат в безопасности Ему ничего не грозит А он этого и не знает И непонятно, что ему может в голову прийти Вы его не знаете Он умен У него куча идей Готов идти на любой риск Я должен остановить его Пока не поздно Не волнуйтесь о нем Что? Позаботьтесь лучше о себе Таким людям, как он Не нужна ваша помощь Я не... Я знаю Ведь я изучил десятки таких случаев Хотим мы того или нет Но есть люди, которые знают, чего хотят И всегда желаемое получают Я тоже видел такие случаи Когда работал в департаменте соцсобеспечения Может, вы и правы Но это не имеет значения Боюсь, мы вам тут больше ничем помочь не сможем Мисс Хан не знает ни адреса его Ничего не знает Понятно Простите за беспокойство Не стоит До свидания Простите, что заставил вас ждать, миссис Нилсон Ничего, доктор Я ужасно извиняюсь Но боюсь, мы должны отменить сегодняшнюю встречу У меня срочный вызов Я вас понимаю Тогда до завтра, доктор Да, до завтра, миссис Нилсон До свидания, доктор До свидания Эвелин Я тороплюсь, Вирджиния Что такое? Нет, к Макселлу я не могу сегодня Что? Объясню потом Сейчас не могу говорить Нет, все хорошо Конечно, я никуда не иду Откуда ты взяла? Позвони мне потом Позвони завтра Пока Продолжение следует... Что с тобой такое? Что ты делаешь? Гонолулу, ты сегодня уплываешь Что это значит? А должно значить... С кем ты говорила? Ни с кем Ты сдала меня полицией? Можешь не волноваться Тогда чего ты убегаешь? А каково мне, по-твоему? Подожди, немного Все пройдет Это у тебя пройдет А как же, думай головой Я пошел на риск, у меня все продумано Теперь надо пожинать плоды Нам обоим Я не хочу Серьезно? Это того не стоит Будет же благоразумно Меня тошнит от благоразумия Постоянно ждать, пока время пройдет Пока вообще все пройдет Что за детский сад? Я взяла билет на первый же корабль Потому что хочу браться отсюда И как можно скорее Почему? Потому что мне противно быть умной Что ты хочешь мне устроить? Я устала знать все ответы Что это за разговор? Где ты этому выучилась? Позаботься лучше о себе и все И каждый за себя Да, всегда только за себя Вот именно Хоть кто-нибудь заметил, что я не Барток? Мне противно Противно или нет? Кто тебя спрашивает? Ничего уже не поделаешь И ты уже давно в этом замешан Я ненавижу все, что знаю Ненавижу тебя Все ненавижу Я не так все планировал Но сделать ничего не могу Чего ты от меня хочешь? Я еду с тобой Убирайся Мы сегодня отплываем И думаешь, я тебе поверю? Дай мне время Дай мне в офисе все устроить Я не хочу, чтобы меня искали Как Бартока Ты Барток Теперь уже все Ты никуда не поедешь Встретимся на корабле Ты все равно не придешь Ты теперь богат У тебя все хорошо Ты не будешь все бросать Ты слишком умный Я приду Не придешь Не придешь Верно, доктор Я говорил суперинтендантам здания Он передаст ключи вашей секретарше Да, вы найдете имена и адреса пациентов на моем столе Я уверен, что вы сможете их поделить с доктором Хеннингом и доктором Крейменом Да Боюсь, это неожиданно Я совершенно не был готов Большое вам спасибо Спасибо, доктор До свидания Доктор Барток Простите, пожалуйста, доктор Надеюсь, вы не возражаете, если я с вами поговорю немного Что вам нужно? Шрам Вы это заметили? Что? Я знаю, что ошиблась В смысле, насчет шрама? Конечно, я ошиблась Да Спокойной ночи Спокойной ночи, доктор Продолжение следует Водитель Мы спешим, пожалуйста, побыстрее Вот это Попробуем Как не найти носильщика? Все заняты, корабль отплывает. Вот. КОНЕЦ Что это значит? Куда собрался? Что вам надо? А ты как думаешь? Вы откуда? Сам знаешь. От Максвелла. От Максвелла? Ты должен нам много денег. Что? 90 штук. О чем вы говорите? Неужели ты думаешь, что мы тебя просто так отпустим? Неужели, доктор Барток? Минутку. Вы не того взяли? Я не Барток. Нет? Я знаю Бартока, я на него похож, но меня зовут Мюллер. Посмотрите, дураки, на шрам. Он слева. И что он сделал? Переехать решил? Подождите, я все устрою, я вышлю вам деньги. Уж конечно. Отпустите, мне надо на корабль. Вы не попадете на корабль, доктор Барток. Отпустите. Мы, кажется, слышали выстрелы? Верно, полиция только что все взяла. Есть раненые? Не знаю. Играет музыка. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ